Доктор Скачко Здравствуйте! Вы смотрите очередное видео серии Школа Доктора Скачко в котором я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко автор десятков опубликованных научных статей автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах которые можно заказать в том числе и через интернет автор сотен видео в интернете расскажу вам как правильно использовать альтернативный путь доставки кислорода клеткам Орган через который идет усвоение основного количества кислорода известен, это легкие дыхательная система предназначена для того чтобы подготовить максимально воздух для усвоения его собственно в легких а дальше уже кардиореспираторная система предназначена для распределения кислорода усвоенного по организму а также для удаления отработанного кислорода в виде углекислого газа но есть и альтернативная система усвоения кислорода это кожа да это более древний путь но он тоже имеет значение да это один полтора процента кислорода для абсолютно здорового человека наверное это несущественная величина он ее не заметит а для человека обремененными болезнями и один полтора процента кислорода приобретает жизненно важное значение система переноса кислорода также известна это гемоглобин в эритроцитах эта система наиболее активно связывает в легких кислород а в клетках происходит обратный процесс кислород отдается в ткани и отработанный кислород в виде углекислого газа забирается в эритроциты но есть и альтернативный путь переноса кислорода клеткам и как он работает а также углекислого газа от клеток и как они работают вы об этом узнаете прямо сейчас альтернативный или более древний способ движения кислорода к работающим клеткам это растворенным в плазме крови при этом новая система эритроциты помогают более эффективно использовать и древнюю систему и если вы здоровы у вас энергообеспечение клеток идет нормально потому как дефицит кислорода они не испытывают хуже если есть определенные заболевания в этом случае система переноса кислорода клеткам работает не так эффективно и энергообеспечение клеток снижается а заодно снижается и ваша работоспособность физическая и интеллектуальная падает иммунитет и проявляются те или иные заболевания как система работает очень просто новая система эритроциты имея на своей мембране отрицательный заряд а внутри кислород отталкиваются друг от друга и формируется своеобразный электро распор благодаря которому между эритроцитами помещается большее количество плазмы крови в которой находится древний кислород одновременно эритроциты отталкиваются и от неповрежденной стенки сосуда она тоже имеет внутренняя поверхность также имеет отрицательный заряд и трение о стенку содержимого кровеносного сосуда минимально что помогает работе сердца перекачивать тонны крови ежедневно но пока эритроциты в хорошем состоянии вот это вот кровь здорового человека когда человек работает в клетках образуются свободные радикалы которые попадая в кровь съедают этот заряд эритроциты начинают сближаться объем плазмы между ними уменьшается объем переносимого кислорода в плазме соответственно также уменьшается и человек начинает немножечко уставать на работе хуже если он не делает вовремя перерыв и кровь меняется становится вот такой появляются так называемые монетные столбики врачи реаниматологи прекрасно знают когда они видят такую картину они понимают насколько плохо человеку которому не оказывают помощь такие монетные столбики образуются у людей уставших если у человека присутствует так называемая утренняя либо печеночная лень понятно что кровь из такого состояния или из такого состояния не вернулась в более здоровое состояние и не может полноценно переносить кислород к мозгу мозг не получая кислород не может извлекать энергию из пищи и клетки мозга начинают уставать хуже если утренняя или печеночная лень превращается в синдром хронической усталости иными словами кровь вот такая за счастье а на самом деле она либо такая либо в таком состоянии и кислород идет очень плохо и раньше знали как помочь человеку в этой ситуации давали подышать чистым кислородом я еще застал в больницах и кислородные подушки в аптеках и трубочки к которым присоединялись кислородные подушки или давали просто подышать человеку чистым кислородом в каждой палате практически у каждой койки но сегодня этот метод в медицине используется все реже чаще только в отделении реанимации ну правда вы можете стать профессионалом в определенном виде трудовой деятельности и тоже подышать кислородом ну я имею ввиду вы можете стать подводником по нырять с аквалангом в котором обычно находится чистый кислород реже воздух да вы можете покорять вершины мира где начиная с 4-5 километров уже некоторым нужен будет кислород как дополнительный источник ну конечно если в самолете вдруг выскочит кислородная маска это очень нехорошая ситуация значит что обшивка самолета пробита правда есть и другие способы есть более эффективный способ которым ну практически ну не скажу что в домашних условиях но в обычных условиях можно воспользоваться для того чтобы насытить плазму кислородом их несколько и не все они безопасны и какие лучше использовать а какие нужно использовать с опаской я вам расскажу прямо сейчас но прежде чем принять героическое решение что вашему организму нужно больше кислорода чтобы поднять энергообеспечение повысить физическую или интеллектуальную работоспособность укрепить ваш иммунитет нужно взвесить все за и против ведь кислород это не инертное соединение это достаточно сильный окислитель которым здоровый организм управляет легко а если организм болен то возможно он уже ту скорость введения кислорода в него не выдерживает иными словами если кровь в таком приличном состоянии то есть заряд на эритроцитах есть плазмы крови достаточно иными словами кислород находящийся в эритроцитах в плазме крови а в плазме крови одновременно находятся и питательные вещества спокойно поступает к клеткам тут идет окисление излечение энергии из пищи превращение появления конечных продуктов в жизнедеятельности которые с этой же водой покидают ваш организм если процесс поступления и удаления различных соединений совпадает шлаки в крови не задерживаются кровь более менее жидкая и все прекрасно если вы не успеваете за очищением своего организма продукты жизнедеятельности накапливаются в кровеносном русле в сайте ткани могут в клетках даже накапливаться и кровь становится более густой и на этом уровне вы принимаете ошибочное решение вы пытаетесь дать волшебный пендель своему организму добавив ему кислорода а нужно дать волшебный пендель вам и изменить ваш образ жизни для того чтобы ваши фильтры печень и почки работали более эффективно над очищением вашей крови потому как следующий шаг если вы на таком уровне добавляете еще один окислитель ваша кровь не лучше становится а хуже кардиологический риск увеличивается и несущественно вы пытаетесь увеличить наполнение вашей крови кислородом за счет задержек дыхания да при регулярном выполнении увеличивается количество эритроцитов гемоглобина переносчиков кислорода увеличится вязкость крови нагрузка на мотор со всеми вытекающими последствиями либо мотор не выдержал острая сердечная недостаточность либо сосуды не выдержали острая сосудистая недостаточность в виде инфаркта либо инсульта если же вы в эту систему пытаетесь вносить разные формы кислорода да это возможно ну самые простые я вам описал раньше так делали да под небольшим давлением человек дышал кислородной смесью и больше кислорода растворял в плазме крови он там в норме есть чуть больше кислорода отказались потому как не управляли процессом потому как для того чтобы вносить окислитель нужно быть к этому готовым не все были к этому готовы поэтому кислородные маски кислородные подушки ну они отошли в прошлое и только ну абсолютно здоровые или практически здоровые люди водолазы альпинисты используют кислород для своей профессиональной деятельности кроме обычного кислорода вносят еще другие формы кислорода да часть из них есть в природе после грозы говорят полезно дышать воздухом после грозы реально после грозы потому как во время грозы обычно образуется озон еще более жесткий окислитель чем кислород который окисляет бактерии вирусы химические вещества в воздушной среде и воздух становится более менее чистым если вы после грозы подышали относительно неплохо если вы подождали немножко патогены могли размножиться а ветром могло надуть новые химические вещества поэтому чаще не ждут грозу а вводят озон в кровеносное русло что получается жесткий окислитель еще один и кровь становится мягко выражаясь хуже и нагрузка на организм становится больше часто вводят в другой форме кислород а именно в составе перекиси водорода попадая в кровеносное русло перекись водорода под действием фермента каталаза расщепляется на водичку и атомарный кислород который еще более жестко действует как окислитель в этой системе и окисляет не только токсины которые здесь могут быть да они тут шлаки задержались потому-то и кровь густая но окисляется сама кровь и она становится более густой более того по дороге еще одновременно окисляются стенки сосудов и ускоряется патология как венозной системы так и артериальной так и страдает проницаемость капилляров от которой зависит скорость обмена веществ клетка потому как эритроциты достаточно быстро проскакивают капиллярное русло и плазма крови вместе с ними и в этом случае организм немножечко страдает поэтому для того чтобы сделать ситуацию более управляемой нужно не волшебный пендель давать своему организму внося неподконтрольный кислород а волшебный пендель дать вам для очищения вашей крови как минимум включив в работу печень и почки а как максимум еще и весь организм потому что печень и почки могут очистить только 5% крови это собственно циркулирующая кровь остальные объемы здесь и остальная грязь здесь и для этой системы есть очень простая книжка простое руководство секреты здоровья или что делать если у вас есть печень и почки это одна из моих книг которая позволяет сделать систему очищение вашего организма и укрепление его иммунитета более управляемой а вот каким образом можно вносить кислород еще в кровеносное русло и делать это постепенно безопасно управляемо не навредив вам и вашему здоровью вы узнаете в одном из следующих видео на моем канале крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения не забудьте поставить лайк на это видео потому как неразумное введение разных форм кислорода может не просто навредить вашему здоровью через развитие как минимум сосудистых проблем но и вашей жизни нарушив критически работу сердца до новых встреч на моем канале кто не подписался не забудьте подписаться много рисков для вашего здоровья может быть устранено правильным использованием тех средств которые вы можете использовать с этой целью оляпи пока кто не видел эра хотите что оно